Кстати, как там расследования по Боингу? Результаты засекречены. Читайте утки Миропорядок 27 марта 2015 года. Кстати, как там расследования по Боингу? Результаты засекречены. Читайте утки на фоне крушения самолета Airbus A320. Во французских Альпах трагедия 17 июля прошлого года, случившаяся с лайнером Malaysia Airlines в небе на Донецком, была задвинута еще дальше. И если в случае с новым инцидентом уже озвучены причины падения, то в деле с рейсом малайзийских авиалиний до сих пор пробелы и широкое поле для спекуляций и обвинений. Резкие заявления о Вене Москвы вброшены, невразумительные промежуточные доклады по расследованию сделаны, резонанс за 8 месяцев паутих, а официальные причины трагедии так и не обнародованы. Окончательный отчет о расследовании, как ожидается, будет опубликован Советом Безопасности Нидерландов в середине 2015 года. Но, впрочем, таких дат было заявлено несколько, и они исправно сдвигались. Какие же промежуточные итоги в деле о крушении Боинга-777? На сегодняшний день остается единственная версия, объясняющая причины замалчивания этих результатов, правда не устраивает США и их политических сателлитов. Если бы можно было доказать российский след или тот факт, что лайнер уничтожили ополченцы, раскрутка новостей и расследования шла бы по нарастающей. Вместо этого тишина. Как заявил в интервью для «Спутник» журналист американских изданий АПИ «Ньюзвик» Р. Перри, с самого начала занимавшийся расследованием крушения, ЦРУ располагает обширной оперативной информацией о том, как именно потерпел аварию. Боинга-777, однако эта информация никогда не будет обнародована, потому что противоречит официальной версии США о том, что лайнер был сбит ополченцами. На днях Перри официально обратился в ЦРУ с просьбой предоставить ему последние данные о катастрофе. М. Х. 17 Но получил те же сведения, которые были обнародованы 22 июля прошлого года, через пять дней после трагедии. В то же время, по словам журналиста, надежные источники сообщили ему, что ЦРУ провело несколько исследований о катастрофе на основе свежих разведанных. Совершенно очевидно, что новые данные у разведки есть, но она не хочет предавать их огласке. Просто потому, что нет никаких новых доказательств того, что самолет сбили повстанцы российской ракетой. Более того, там содержится сведения, указывающие на причастность к поражению самолета кого-то совсем другого, считает Перри. Его слова подтверждают тот факт, что неделю назад группа нидерландских экспертов вновь прибыла на место крушения в Донецкой области. Как сообщает телеканал RTL-NIAT, 12 представителей силовых ведомств и полиции провели дополнительную оценку ситуации на месте катастрофы. В группу также входит представитель Совета безопасности Нидерландов. Уже известно, что обнаружены новые останки лайнера. Их, как и найденные личные вещи пассажиров, перевезли в Харьков, откуда они будут доставлены на военную базу под нидерландским городом Эндхавеном в субботу, 28 марта. Еще помнит о крушении над Донбассом и глава австрийской партии свободы Хайнс Кристиан Штрахе, который подверг острой критике позицию ЕС в отношении России. По его мнению, в происходящих военных конфликтах агрессором выступила вовсе не Россия, поэтому у Запада нет причин искать реальных виновников. Дайпресс. В условиях информационного вакуума один из нидерландских телеканалов заявился с ссылкой на неизвестные источники, что куски металла, найденные на месте крушения рейса ИМН-17 малайзийских авиалиний, являются частью зенитной ракеты БУК. Эту эксклюзивную информацию перепечатало значительное количество западных изданий. Ле Фигаро пишет, что сомнению нет, это осколки зенитной ракеты БУК российского производства. Ройтерс. Также располагает доказательствами, полученными от деревенских жителей на Восточной Украине, которые видели ракету, летевшую прямо у них над головой непосредственно перед тем, как малайзийский авиалайнер был сбит в полете. И все это происходило, по информации агентства, на территории, подконтрольной ополченцем. В статье также говорится, что в интервью на камеру местный житель сообщил, что ракета была выпущена с территории, удерживаемой украинской армией. Позднее, не на камеру, он сказал, что она была выпущена из района неподалеку, подконтрольного повстанцем. Также получил от местных жителей словесное подтверждение, что там был БУК, и даже был слышен типичный звук выстрела. Интересные местные жители с профессиональным слухом не предъявлены. Другим экспертам, на этот раз для ФОПС, выступил член Международного экспертного совета Киевской школы экономики и научный сотрудник Института Гувера в Стейнфордском университете США, Пол Радерик Григори. Он, сославшись на расследование, завершенное маленькой независимой исследовательской организацией в Германии, заявил, что виноват Кремль. Несмотря на обилие доказательств, Совет Безопасности Нидерландов позже опроверг все сообщения оптом о том, что БУК на Украине сбил ЗРК БУК. В ведомстве при этом заявили, что их расследование идет полным ходом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что в деле о гибели рейса MH17 в Донбассе летом 2014 года имеют место попытки извратить факты. Он назвал вбросом информацию агентства рейтер о том, что БУК малайзийских авиалиний был сбит ракетой, выпущенной с территории, контролируемой ДНР. Россия, по словам Лаврова, будет добиваться рассмотрения всех фактов и версий трагедии, тогда как некоторые партнеры, как он выразился, стремятся замотать расследование. Какие-то свидетели, которые противоречат друг другу, высказывают довольно забавные для любого специалиста вещи, например, про какую-то виляющую ракету, отделяющуюся ступени, синий столб дыма, прокомментировал Сергей Лавров. Эти свидетели умудрились увидеть крушение самолета, находясь в 25 километрах от этого места, и еще в условиях серьезной облачности, отметил глава российского внешнеполитического ведомства. Россия еще раз призвала объективно, беспристрастно, профессионально рассматривать все без исключения факта и версии.